Ребятки, всем привет! С вами Александр, вы на канале Kinder and Company. Перед нами раритетная игрушечка времен, хотел сказать, времен Второй мировой войны, не времен, советских времен. И об этом нам говорит вот эта вот надпись, гласит цена 3 рубля 70 копеек. И это у нас будет пушка. Ну, давайте сначала так немножко исторических и достоверных данных. В общем, это у нас пушка ЗИС-3 образца 1942 года, то есть первая часть Второй мировой войны, 76 мм, противотанковая пушка разработчика, конструктора Грабина. В общем, длина дула примерно 4 метра и максимальная дальность полета снаряда 13 с копейками километра. Вот такая вот штучка 76 мм. Насколько я помню, они там были, их переделывали, делали 56 мм, потом 76 мм, потом что-то обратное, потому что у них прекрасно уменялся у них калибр. Это делалось для того, чтобы обеспечить лучшую пробивную способность. В общем, чем меньше калибр, то есть диаметр ствола и калибр снаряда, тем больше его скорость полета и, возможно, даже уменьшение калибра увеличит пробивную способность снаряда. То, что он будет просто лететь быстрее. То есть, ну, для бронебойных снарядов это актуально. Итак, ну, давайте вернемся к нашей, собственно говоря, пушечке. Посмотрим на ее конструкцию. То есть, это у нас буксировочная пушечка. Колесика вот эти, по-моему, у нее не родные. У нее должны быть такие вот большие колеса. Большие колеса вот такого плавного должны быть колеса, как у Зила. По-моему, на ней, может, даже и стояли Зиловские колеса, они что-то вроде такого, но на самом деле. Так, что мы видим? У нас вот здесь есть такой инструмент вспомогательный, какой-то ломик прикреплен. Это у нас щиток, который защищает от осколков. И есть там лючок для наводчика, я так понимаю, для просмотра. Вот это, наверное, прибор у нас, прибор наведения. У пушки есть угол наклона. Он максимальный угол возвышения 37 градусов. Ну, вот это типа 37 градусов, вот этот угол должен быть. Да, и еще там есть что-то. А, снижение, то есть это относительно горизонтальный, по-моему, 5 градусов у них. И что-то там еще одно, еще какое-то там есть понятие вращения какое-то. Ну, я в этом, в общем-то, особо не разбираюсь. Ну, не в этом дело. Вот у нас даже тут есть такая ручечка, ручечка наводчика, которая что-то там крутит, крутится и ствол вот так чуть-чуть поднимается. В общем, такая вот пушка, у нее есть этот дудный тормоз-компенсатор, как на винтовках, как на танках. Это уменьшает отдачу. Но также у нас есть, как видите, вот сверху и снизу дуло есть такие вот поршня. Это компенсатор, накатник, откатник, как их там называют. Один из них накатник, второй откатник. То есть откатник гасит отдачу, если я не ошибаюсь. Вот он нижний, он большой. Там два идет цилиндра, ну, два цилиндра, два поршня. По факту, амортизатор, как у автомобиля, большой, он гасит отдачу движения ствола обратно после выстрела. Ну, а верхний, это накатник, он возвращает дуло в исходное положение, чтобы снова приготовиться к выстрелу. Что оно там? До 25 выстрелов может эта пушечка делать при хорошо обученном наряде. Ну, в общем-то, в целом, наверное, по технике все. Вот такие у нее есть ножки, они тоже раздвигаются и закапываются в землю. Вот эти вот специальные штучки такие. Они для того, чтобы ее закопать в землю. И она во время выстрела не сдвигалась. Выполнена она из добротного металла. Кусок такой железяки увесистый. Ну, как многие советские игрушки. У меня был когда-то БТРчик. Которому я ее отцеплял. Но БТРчик не дожил до наших времен. А пушечка осталась, хоть и не знаю, куда делись ее колеса родные. А так вот, в общем-то, есть у нас пушечка. Такая. В общем, ну, надеюсь, вы кое-что полезное узнали об устройстве пушек. И кто уже давно, наверное, соскучился за такой игрушечкой, вспомнил свое детство. Ну, в принципе, на этом, я думаю, и закончим. С вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА